Приборы, ноутбуки и флаги с собой. Первая международная летняя школа лучших студентов маркшейдеров из шести стран мира открылась в Ирниту презентацией российского проекта. Автор идеи усиленного просвещения талантливой молодежи – кафедра маркшейдерского дела и геодезии Ирниту. Анатолий Охотин, заведующий кафедрой, и одновременно председатель Международного союза маркшейдеров выступил с таким предложением на президиуме Союза, и российское предложение было единогласно поддержано. Ну, некоторый застой, что ли, в нашей жизни. Мы уже встречаемся давно, друг друга хорошо знаем, уже знаем друг друга проблемы, но мы решили, что надо подсвежить. И подрастающего поколения у нас немного было. И когда возникла такая идея, она была поддержана всеми, и Европа на нас даже обиделась, почему нас-то не вовлекли. Но мы сказали, что вот в этот раз мы соберемся здесь, отработаем технологию, а затем наши эти мероприятия будут проходить в разных странах. И там соберется, безусловно, народу гораздо больше. Летняя школа на Байкале первая в таком формате, и по мнению ее организаторов, пока не очень массовая. Надо опробовать проект, посмотреть, насколько он интересен подрастающей смене маркшейдеров, съехавшихся пока что только из шести стран мира. Приехало две делегации из Китая. Лучшие студенты из Леонидского университета и Пекинского университета геодезии и картографии. Делегации из Вьетнама, Монголии, Таджикистана и Узбекистана. Самая большая, конечно же, российская. Ждем кучу эмоций, ждем новых знаний, учимся прибором владеть. Мы должны получить новый опыт для того, чтобы в дальнейшем мы, когда придем на предприятие, чтобы мы могли уже владеть информацией. Познания должны быть интернациональными, считают на кафедре. Уверены в том, что вкладывая в усиленное образование талантливых студентов старших курсов сегодня, они таким образом вкладывают силы в будущее отрасли. Пригласили к участию в летней школе лучшие российские компании, которые везут с собой новейшее оборудование и технологии для тщательного изучения молодежи. Но в дальнейшем мы хотим организовать их для решения задач по самым современным технологиям, допустим, по BIM или TIM. Там как раз работают все команды, и мы это сделаем на международном уровне.